Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я подготовила для вас интересный тест по русскому языку на знание орфографии. Вам нужно будет постараться написать без ошибок 23 слова. А в конце ролика вас ждет дополнительный вопрос. Не будем тянуть, переходим к тесту. Как правильно пишется этот предлог? Предлог вследствие пишем слитно и на конце с е. Например, вследствие наводнения река вышла из берегов. Сможете написать верно? Слово «компьютер» заимствованное из английского. В русский язык перекочевали все тригласные. О, Ю, Е. Третий вопрос. Сможете найти верный вариант? Существительное «фейерверк» пришло в русский язык из немецкого. Слово «фейерверк» является словарным, поэтому его написание просто хорошенько запомните. Какое из этих слов написано верно? «Де-факто» означает «на самом деле», «фактически». Это наречие всегда пишется через дефис. Одно из этих слов написано правильно. Какое? Слово «газификация» имеет иностранное происхождение. Правильно писать не «газуфикация», так и хочется вспомнить газопровод. А «газификация» с «и» запомните. А здесь как? Слитно, раздельно или через дефис? Подлинно, дружески – это словосочетание, которое состоит из наречия и имени прилагательного. А согласно правилу, такие словосочетания пишутся раздельно. Выберите верное написание этого слова. Кафетерий – это закусочная, где подают кофе. Сразу хочу сказать, что слово «кофе» проверочным не является. Кафетерий имеет испанское происхождение, где в корне пишется «а», поэтому только кафетерий с «а». Одно из этих сочетаний написано без ошибки. Сможете выбрать. Согласно правилу, наречное сочетание, состоящее из существительного и предлога, всегда пишется раздельно, если в его состав входят «без», «за», «до». А какое написание этого слова выберете вы? Итальянское слово «пиццерия» или «пиццерия» произошло от слова «пицца». Какой из этих вариантов является правильным? Если после частицы «пол» стоит существительное, которое начинается с гласной, то пишем через дефис. В нашем случае именно так, поэтому «пол» – дефис огурца. Выберите верное написание этого слова из предложенных вариантов. «Трудодень» всегда пишем слитно, так как это исключение. Двенадцатый вопрос. А тут как? Слово «метеоролог» является словарным, поэтому его написание необходимо запомнить. Среди этих слов только одно написано верно. Какое? Чтобы понять, как правильно пишется слово «бесхребетный», вспомним правило. Приставку «бес» пишем всегда перед глухими согласными. Например, «бесхребетный», «беспорядочный», «бесформенный» и т.д. Какой из вариантов является правильным? Асимметрия пишется с двумя буквами «м». Это слово словарное, поэтому его правописание следует запомнить. Как правильно написать это сочетание? Бок о бок пишем всегда в три слова, поскольку стоит предлог «о», то дефис в этой наречной конструкции исключен. Сможете ли вы ответить верно? Слово «феерия» имеет французское происхождение и переводится как «фея-волшебница». Пишется правильно через «е». Ударение падает на второй слог «феерия». Как правильно, знаете ли вы? Заимствованное слово «ватерпола» пишется слитно. Его написание следует запомнить. «Слитно», «раздельно» или «через дефис». Наречное сочетание «во все оружие» пишем раздельно, так как оно состоит из предлога и существительного. На конце «и», поскольку предложены падеж. В чем? Во все оружие. Как правильно написать это слово? Слово «ветеринария» пришло в русский язык из латинского. Его написание просто запомните. Что касается ударения, то оно падает на «а». Правильно, «ветеринария», не «ветеринария». Какой из этих вариантов является верным? Приставку «без» всегда пишем перезвонкими согласными, а также гласными, например, безжалостный, бездарный и т.д. Сможете ответить верно, как думаете? Правильный ответ с двумя буквами «С» и «Н» и сушены горячими ветрами. Двадцать второй вопрос. А тут как? Честь честью пишем раздельно, поскольку это наречное выражение состоит из существительных, которые повторяются. Одно из них в начальной форме, а второе в косвенном падеже. И последний вопрос. Сможете не ошибиться? Тент – это навес для защиты от дождя, солнца. На конце пишем «Т», а не «Д». После подведения итогов вас ждет дополнительный вопрос, ответ на который пишите в комментариях. Если вы набрали 23-20 правильных ответов, то вы – настоящий громотей. 19-15 – очень хорошо, 14-9 – хороший результат. Если вы набрали меньше 8 правильных ответов, то предлагаю на постоянной основе смотреть наши тесты. Дополнительный вопрос. Сможете ли вы без ошибки написать слово «Антенна»? Своим результатом обязательно делитесь в комментариях. Благодарю каждого из вас за просмотр. Пишите, на сколько вопросов вы ответили верно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова